Вот в чем заключается система перехвата управления. И в этом смысле нашим активистам, сторонникам концепции общественной безопасности, мы говорим, что тезис какой, а не надо ждать никаких, вот у нас народ считает так, чтобы изменить ситуацию, надо что-то брать и куда-то что-то бежать, кого-то там ударять по голове, в кого-то стрелять, чтобы чего-то изменить. А мы говорим, да не надо этого ничего, уже сейчас вы можете работать на нашу концепцию, на нравственную концепцию, общую, нашу. Как? А вот нижняя картиночка. Вы, например, учитель в школе. Обыкновенный учитель в школе. Вы даете какие-то предметы, рассказываете, вы познакомились с этой концепцией. И вы начинаете в школе рассказывать это детям. Вот. А это у нас примеры уже есть такие. И много примеров по стране. Что вы делаете? Вы перехватываете управление. То есть детям, рассказав о триединстве, о приоритетах обобщенных средств, об алкоголе, не потому что его нельзя пить, вот потому что ты пьяный будешь и можешь захлебнуться собственной блевотиной, значит, а потому что это инструмент управления. Девочкам рассказать, как влияет на рождение ребенка множество половых сношений до замужества. Ну, то есть то, что вот у нас есть. Вы что делаете? Вы перехватываете управление с этой сатанинской концепцией. Они уже не будут с этими пивными банками бегать, когда они поймут всю глубину. И если это с детских лет делать, кто мешает, никто не мешает. Более того, вы можете это говорить своему директору школы, и у нас это уже сплошь и рядом. То есть перехват снизу идет, и не надо ждать никаких указаний. Вот, если, для примера, партийную организацию нашу в Челябинске, в области, возглавляет Шипицын Анатолий Георгиевич, доктор технических наук, профессор, он занимается серьезной научной деятельностью, он заведующий кафедрой системы управления, он все это читает своим студентам. У нас даже есть разрешение из Министерства образования о том, что в качестве курсов, авторских программ можно все это давать. А ведь давайте, скажем так, вот вы слушали все эти предыдущие лекции. Какая там политика? Там были о философии, о психологии, о теории управления, о экономике. Кто мешает все это вам рассказывать? Даже в качестве, так скажем, есть и такое мнение. Вариативное образование, то есть все положено. Можно и это излагать. Все, то есть вы уже перехватываете. Или вы, например, возьмите цех, у нас эти примеры есть, или завод какой-то. Обыкновенный рабочий, он начальнику цеха рассказывает, или директору даже завода, что происходит, как рабочим рассказывают. Кто мешает? Никто не мешает. И уже снизу вот этот перехват и идет.